В результате совместно проделанной работы мы выполнили указ президента Российской Федерации о ликвидации очередности. Министр образования края Светлана Маковская с рабочим визитом побывала в Лесосибирске и проверила ход работ по строительству детских садов. В Каннске прошли зимние спортивные игры среди воспитанников социальных учреждений восточных территорий края. В турнирах принимаю участие давно, лет 7-8, наверное, вот так. В Зеленогорске прошел любительский зимний турнир по гонкам на льду «Грин Ринг». Соревнования собрали свыше 70 экипажей из разных городов края. Министерство образования Красноярского края проводит серию окружных семинаров-совещаний в территориальных округах региона. Очередное прошло в Лесосибирске. На базе муниципальной гимназии собрались представители при Енисейской группе районов. Тему встречи посвятили итогам деятельности системы образования в 2015 году и приоритетным направлением на 2016 год. Одной из главных задач на сегодняшний день является обеспечение доступности дошкольного образования. В 2015 году было обведено более 12 тысяч мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Построено было 27 детских садов. Сегодня завершается строительство еще двух детских садов. 95 мест, в том числе один из них в селе Пировское, Пировского района. В результате совместно проделанной работы мы выполнили указ президента Российской Федерации о ликвидации очередности. На сегодняшний день в крае отсутствует актуальная очередь для детей данного возраста. Пока педагоги обсуждали вопросы образования и возможности его развития в рабочих группах, краевой министр Светлана Маковская отправилась собственными глазами взглянуть на то, как решается вопрос ликвидации очереди в детские сады Лесосибирска. Первый объект – строящийся детский сад номер 34 «Колокольчик» в Новоенесейске, который, по словам строителей, уже в ближайшее время откроет свои двери для детей. На сегодняшний день практически завершены отделочные работы, завезена некоторая мебель и оборудование. Первый детский сад на светодиодном освещении. Еще один детский сад, которого с нетерпением ждут жители центральной и северной части города. Садик на улице Юбилейной. По завершению строительства он сможет принять 190 детей. Как уверяют строители, уже после праздников мартовских они выйдут из этого здания, и мы можем, администрация города, заниматься вопросами уже комплектования детского сада. Это очень значимо, потому что у нас на сегодняшний день самые большие очереди были в поселке Новоенесейске, в северной части города и в центральной части города. Это очень значимая стройка, мы ее ждем. 190 детей в центральной части железнодорожного района, района Пирогова уже могут посещать этот детский сад. Один из пунктов визита Светланы Маковской в Лисосибирск – здание начальной школы православной гимназии. Дело в том, что находится оно в плачевном состоянии. Здесь же находится центр духовного просвещения. На первом этаже расположены учебные классы для детей. Директор православной гимназии Сергей Матюнин рассказал министру о том, что сегодня в его учреждении обучаются более 150 детей. Таким большим количеством не могут похвастаться даже красноярские учреждения такого рода. Один из вариантов решения проблемы с помещением нашли через дорогу от старого строения. Это кирпичное дополнительное здание четвертой школы, где обучаются коррекционные классы. По новому закону об образовании дети из коррекционных классов могут посещать общеобразовательные школы. Поэтому исчезает острая необходимость в отдельном здании. Это учреждение не государственное, но оно имеет очень хорошую историю. Это учреждение, которое дает качественное образование. Конечно, им нужно улучшить условия. Мы нашли один из путей решения, чтобы перевести православную гимназию в другое здание. Вопрос о переезде начальных классов в новое здание возможно решится к началу нового учебного года. В рамках культурно-образовательного проекта «Дни русской культуры» Канск посетили 30 иностранных студентов. Уже третий год подряд сюда приезжают тайцы, корейцы, камерунцы, монголы и даже французы. В течение трех дней участников проекта знакомят с традициями и обычаями Сибири. Я вчера у француза спросила, кто такой сибиряк. И они мне говорят, это дикий человек. Поэтому прежде всего надо показать, что мы не дикие, а обычные люди, доброжелательные, отзывчивые, искренние. Поэтому, наверное, это главное. Традиции людей. В первый день иностранных студентов прокатили с ветерком. Упряжку с санями многие студенты видят впервые. Боин с НГЛ, или как зовут его русские преподаватели Боря, еще два дня назад гулял по улицам родного города в Монголии, где и снега-то нет. Сегодня очень-очень рад, потому что там раньше я не играю вот это. Очень-очень хорошо, мне очень нравится. Я люблю здесь. В Сибири вообще, во-первых, мне нравятся люди. Да, здесь люди очень добрые. Я уже в России несколько времени, и у меня очень хороший опыт здесь. Люди вообще очень добрые, да. А это уже часть вечерней программы. После небольшого показательного выступления участники народного ансамбля учат гостей водить хоровод. Многие из них за рубежом являются студентами языковых университетов. Поэтому в образовательных целях все объяснения строго на русском языке. Я очень хочу пообщаться по-русски, с людьми здесь, выучить как можно больше слов. Вполне возможно, после моего обучения я снова вернусь в Россию. Познакомили иностранцев и с народными инструментами – гуслями, балалайками и ложками. Им удалось их не только увидеть, но и научиться азам игры на некоторых из них. Завершились дни русской культуры праздником. Специально для иностранцев студенты Пит-колледжа устроили не календарную масленицу. В программе все традиционные забавы – песни, танцы, бои мешками, перетягивание каната и даже лазание на стоп. Посмотрите, сколько на их лицах улыбок. Столько же улыбок и у наших студентов. Я думаю, все будут говорить вам о том, что самое ценное – это общение. После которого становится понятным, какие мы русские. Не обошлось на праздники и без традиционного угощения – блинов со сметаной, вареньем или сгущёнкой. Это уже дело вкуса, а не традиций. Чтобы вновь побывать в Сибири на днях русской культуры, в следующем году этим студентам предстоит много трудиться в учёбе. Ведь попадают в число участников проекта только лучшие зарубежные студенты. Гостей Стасеева, Нижнего Ингаша, Дзержинска и Бородино принимали сегодня в Каннском центре помощи семье и детям. 98 воспитанников социальных учреждений восточного куста края приехали в Канск, чтобы посоревноваться со своими сверстниками. Зимние забавы – так называется проект, который проводят здесь ежегодно. И это уже пятая встреча. Состязания включают в себя полосу препятствий, лыжную гонку с элементами биатлона, катание на плюшках, хоккей и стафету. Юные спортсмены с интересом участвуют в стартах и прилагают все усилия для того, чтобы быть первыми. Участников как могли поддерживали болельщики. Каждому хотелось, чтобы победу одержала их любимая команда. Ведь накануне только поездка на краевой турнир, в которую отправятся золотые и серебряные призеры, но и главный переходящий приз, обладать которым очень почетно. По подведению итогов всех общих, команда, занявшая первое место, ну первое, второе, третье, однозначно награждаться, и у нас есть переходящий кубок. То есть та команда, которая заняла первое место, кубок увозит с собой. Ну, два года кубок стоял у нас. До этого два года в Астафьевке, один в Иландске. Не отдали кубок к концу и в этом году. Команда местного центра социальной помощи семье и детям уже в третий раз стала его обладателем, одержав победу в зимних забавах. На втором месте оказались спортсмены Дзержинска, на третьем Иландского. В Зеленогорске прошли любительские зимние гонки на льду. Все было как на профессиональных соревнованиях. Гоночный трек, судьи и болельщики. И даже традиционный гимн. Вот только автомобили, не специально разработанные гоночные болиды, а обычные легковушки. Турнир любителей под названием «Грин Ринг» проводится в Зеленогорске с 2012 года и традиционно собирает и новичков, и уже бывалых автомобилистов со всего края. В турнирах принимаю участие давно, лет 7-8, приезжали к вам в 2014 году, очень сильно понравилось, организаторы молодцы, высокий уровень, поэтому нравится, будем приезжать постоянно. Перерыв в два года еще больше подогрел интерес к мероприятию. Участников собралось гораздо больше, чем рассчитывали организаторы. И чтобы уложиться в регламент, пришлось жестко отсеивать претендентов квалификационных заездов. Этот турнир самый многочисленный по участникам. В этом году заказывали 77 пропусков для иногородних участников. По словам участников, трасса очень интересная, не как на других краевых трассах. Есть особенность – это наши любимые трамплины. Кто-то любит их, кто-то не любит. В итоге к основным соревнованиям допустили три десятка участников, выступающих в четырех классах – на переднеприводных, заднеприводных, полноприводных и отдельно на джипах. И в каждом виде было на что посмотреть – это и парные финиши, и управляемый занос, а также сами автомобили, среди которых немало интересных экземпляров. Например, маленький «Запорожец». От него не ждали бы дающихся результатов, однако он не только великолепно выступил в квалификации, пробился в полуфинал, но и первым в паре пришел к финишу, заняв третье место. «Результатами доволен. То, что было на квалификации, то и осталось. Главное, не опустился по сетке. Наверное, просто везение. Ну и опыт. «Сколько гоняете?» «С 2011 года». Не обошлись гонки и без ошибок. Участники то и дело въезжали в снежный бруствер при переходе из кольца в кольцо или слишком разогнавшись к финишу. Для зрителей это добавило экстрима и зрелищности. К слову, болельщики, несмотря на постоянную смену погоды – то шквалистый ветер, то дождь, то снег – на протяжении более трех часов поддерживали участников. «Очень много знакомых людей, которых можно увидеть, поздороваться, о чем-то поговорить». «Очень рада, что сюда приехала. За всех поболеть. Особенно за Дмитрия Капитона, потому что с ним знакомый. Он очень хорошо гоняет. Надеюсь, что он выиграет». Кульминация турнира – финальные заезды. Первым в классе переднеприводных машин стал Дмитрий Пролецкий из Красноярска. Еще один красноярец, Дмитрий Растилов, выиграл заезд на полноприводном автомобиле. А среди гонщиков, управляемых заднеприводным легковым авто, лучший результат у опытного Дмитрия Осина из Железногорска. Он же опередил всех и в самом зрелищном этапе соревнований – масс-старте. «Будем надеяться, что все-таки это мастерство. Занимался картингом. Очень часто гонял здесь, в Леногорске, на Кубке Сибири. Не раз побеждал. И также занимаюсь другими дисциплинами и катаюсь».